здравствуйте давайте сегодня поговорим о причинах разнообразия магматических пород и в принципе мы знаем что бывают очень разные породы их часто изображают на диаграмме например кремнезиом сумма щелочей так называемая диаграмма тасс почему тасс потому что total алкали силика total алкали это сумма щелочей силика это кремнезиом поэтому иногда вот на жаргоне эта диаграмма называется диаграмма тасс на этой диаграмме показаны породы исландии и мы видим что здесь есть несколько таких уплотнений распределения есть вот породы совершенно разнообразные по составу но мы видим что здесь много базальтов вот это поле базальтов и есть поле доцитов трафидацитов реолитов здесь вот тоже есть много точек то есть таких пород больше чем промежуточных и о причинах разнообразия магматических пород ученые спорят очень давно и я хочу привести вам табличку или слайд на которой представлены причины разнообразия магматических пород которые предлагались более ста лет назад и обсуждались в девятнадцатом веке или в начале двадцатого века я вам рекомендовал книжку дэвиса янга майндров магма но вот это вот из статьи дэвиса же янга про нормана леви боуина такая очень расширенная хорошая статья где показано какие гипотезы обсуждались в девятнадцатом или начале двадцатого века для объяснения того что у нас существует много 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 различных пород и много магм но во первых смешение вот в девятнадцатом веке была доминирующая гипотеза смешение двух первичных магм 1 базальтовая 2 реолитовая более того считалось что земля внутри жидкая и как бы получается что если у нас есть трещина то как из краника у нас начинает течь магма если скажем это трещина задела только резервуар с реолитовой магмой то будет реолитовое извержение если базальтовая то базальтовая если вместе то получается что-то промежуточное красивая гипотеза она имеет право существования но и единственное можно сказать такое замечание что мы уже знаем с начала двадцатого века что земля внутри твердая и не состоит из мантии земли не состоит из магмы и наоборот магма должна в земле в мантии образовываться мы об этом поговорим дальше есть была вообще более продвинутая гипотеза что не только базальтовая виолитовая магма есть внутри земли а вообще очень разнообразные слои магмы от кислых до основных щелочных то есть на каждой породу есть свой слой магмы и главное что правильный краник открыть чтобы это магма излилась на поверхность еще один такой механизм дожидший до наших дней это ликвация которая была предложена тоже в середине 19 века когда как для объяснения разнообразия пород ликвация конечно известно со времен агриколы но вот в 19 веке активно обсуждалось как доминирующий механизм образования разнообразия что у нас есть один магматический расплав а при каких-то условиях он может расслаиваться на два магматических расплава или больше и собственно давать вот это разнообразие что все может ликвировать друг относительно друга когда стали это изучать экспериментально выяснилось что ликвация действительно распространена в сульфидных системах и может ликвировать много различных жидкостей сульфидных системах но в силикатных системах ликвация распространена значительно меньше и поэтому ликвации не объяснить всех у всего разнообразия и даже существенную часть разнообразия невозможно с помощью ликвации соответственно объяснить ассимиляция вмещающих пород и смешение магм это модель девинсон-лейсинга который старался собственно комплексные механизмы предлагать то есть как бы он рассматривал и смешение и растворение пород когда магма поднимается к поверхности она же поднимается по какому-то каналу а в нее могут попадать вмещающие породы они могут взаимодействовать растворяться вот этот процесс называется ассимиляции или контаминации красивая гипотеза промообразия эфтектик значит что опять же много различных эфтектик и при плавлении какой-то породы образуется своя своеобразная магма были эффекты применялись эффекты сары эффекты гаи шоперона то есть это как бы распределение одной магмы одного магматического расплава то есть за счет этих эффектов они могли получать неоднородность по составу но расчеты и эксперимента показали что даже несмотря на то что эти эффекты существуют в земных условиях они не могут значительно повлиять на исходный состав магма ну и фракционная кристаллизация основной механизм который развивал боуин собственно который доминирует вот на протяжении последних как минимум 100 лет то есть который мы будем рассматривать в этой лекции тоже и боуин естественно продвигал идею фракционной кристаллизации то есть когда у нас кристаллизуется какая-то магма остаточный расплав смещает свой состав и если скажем что-то ранее кристаллизованное оседает на дно то получается магма более продвинутого состава более эволюционирующая более кислое если хотите то есть как бы вот эта основная модель фракционной кристаллизации которые боуин экспериментально подтверждал и пытался доказать в природных объектах соответственно с ним спорил как минимум один очень известный петролог и химик это кларинс норман феннер который говорил что нет фракционная кристаллизация не объясняет массы эффектов в частности фракционной кристаллизации не объясняет почему у нас много базальтов и потом много допустим доцита доцитов и трахидоцитов а между ними меньше соответственно составов то есть как бы это не трудно очень объяснить с точки зрения фракционной кристаллизации поэтому он предлагал как раз смешение для объяснения промежуточных составов между базальтовой и реолитовой магмой но если вы опять же прочитаете книжку дэвиса янга вы поймете более глубоко причины этих споров и феннерс бои нам работали в карнеги институт это очень известное научное учреждение первый частный институт в америке и собственно вот феннер показано и боу и они все время еще и враждовали друг с другом вот у дэвиса янга это описано очень подробно и многослойно но вот феннер старше на 10 лет а пришел молодой боуин и в общем-то вел себя по отношению к старшим товарищам не очень уважительно поэтому феннера было в том числе и предвзятое отношение но как водится боуин моложе и поэтому он пережил феннера и в результате вот когда я учился по крайней мере петрология идея боуина были широко распространены а феннер постепенно приходил ну как бы его идея только вот сейчас начали снова подниматься и обсуждаться боуин предложил реакционный и непрерывный ряд что такое реакционный непрерывный ряд он считал что все время идет то есть кристаллизация идет всегда по одному и тому же пути начинается кристаллизация солевина потом ортопероксен потом клинопероксен амфибол биотит и эти минералы сменяют друг друга постепенно как бы они образуют когда начинает кристаллизация ортопероксен а левин прекращает кристаллизоваться и так далее а еще непрерывный ряд но он касается плодиаклаза что вместе с ранней кристаллизации оливина должен кристаллизоваться основной плодиаклаз потом средний потом кислый и так далее и последними здесь кристаллизуются калево-пылевой шпат мусковит и кварц вот такой вот ряд буэна соответственно феннер много это критиковал и говорил например что ортопероксен спокойно может кристаллизоваться одновременно с клинопероксеном и клинопероксен может кристаллизоваться раньше ортопероксена и так далее то есть этот ряд не всегда работает мы на прошлой лекции рассмотрели случаи когда давление расширяет поле кристаллизации клинопероксена, соответственно, вот этот порядок в ряду Бойна как минимум должен меняться. Как считать фракционную кристаллизацию или как считать эволюцию магмы? У нас есть первичная магма, которая существует на границе мантии и земной коры. То есть первичная магма, она еще называется примитивные расплавы или мантийные жидкости, это такая магма, которая могла бы быть в равновесии с мантийным веществом. То есть она могла быть мантийной жидкостью и она в равновесии с мантийным веществом. Но когда она попадает в кору, она, собственно, становится магмой. И вот это первичная магма, которая пришла к нам, возможно, из мантии. Дальше она поднимается в какой-то очаг и образуется родительская магма. Родительская магма, она уже, как правило, фракционирована относительно первичной магмы. И дальше вот эта родительская магма может крестоваться на одном уровне, допустим, с, если кристаллируется клинопероксен, то кальций и алюминий, клинопероксен с плагиоклазмом, то кальций и алюминий будут, допустим, уменьшаться, да, или там что-то приводят, если магнитит, то, допустим, кременезиом будет возрастать и так далее. То есть из одной родительской магмы за счет различных условий фракционирования, за счет специфики магматических очагов, могут образовываться различные ветки и дальше эволюционирующих производных магм. А вот, собственно, это понимание фракционной кристаллизации, это слайд из лекции Алексея Алексеевича Арийскина, у него есть спецкурс, который будет для петрологов читаться позже. На что я хотел обратить внимание, что первичная магма, как правило, более высокотемпературная, чем и родительская магма, и производная. То есть здесь температура по мере эволюции постепенно уменьшается. И, кроме того, еще хорошие критерии – это магнезиальность. Это магнезиальность породы, магнезиальность магматических расплавов. Тоже, как правило, во многих процессах магнезиальность уменьшается по ходу эволюции. Для того, чтобы рассчитать то, что получится из родительской магмы при кристаллизации каких-то материалов, используют уравнение масс-баланса. Уравнение масс-баланса – это, собственно, уравнение, связывающее производный расплав, родительский расплав и то, что выкристаллизовалось, но не просто выкристаллизовалось, потому что если минерал кристаллизуется в магме и остается с ней, то валовый состав этой магмы не меняется. Чтобы валовый состав поменялся, надо, чтобы этот минерал выкристаллизовался и как бы отделился от этой магмы. Либо сам отсел на дно и образовал аккумуляты, либо, наоборот, магма поднялась на другой уровень, оставив какие-то ранние кристаллизаты на более нижнем уровне. Обычно можно проверить масс-баланс и графическим методом – это, собственно, метод канод. У нас всегда исходная родительская магма, кристаллический остаток, то есть аккумулят и производная магма должны лежать на одной каноде. Но если мы возьмем какой-нибудь один компонент, то мы можем найти массу случаев, когда мы подозреваем, что такое фракционирование было. А чтобы проверить более предметно возможность фракционной кристаллизации, используют многокомпонентные системы. То есть, если у вас по всем компонентам сходится масс-баланс, то есть здесь, смотрите, исходная магма показана пустыми квадратиками, а если из него кристаллизовался какой-то материал, в данном случае плодиокласс, видимо, вместе с клинопероксеном, то есть алюминий, и у кумулята вот такой состав, то эволюционирующая магма должна, соответственно, быть на канодах, связывающих исходный состав и фракционирующий материал, твердый остаток. Ну, вот здесь, например, для примера показано, что в качестве родительской магмы, парент магма, допустим, мы можем рассмотреть какой-то оливиновый базальт, и оливиновый базальт, он содержит много магния, много, скажем так, много кальция и так далее. Если мы берем и кристаллизуем из оливинового базальта, ну, а понятно по названию, что кристаллизуется оливин, кристаллизуется, возможно, клинопероксен, то, соответственно, уже фракционирующая магма будет беднее магнием, беднее кальцием и так далее, богаче щелочами. И вот это вот уже, можно сказать, что оливиновый базальт мог бы быть, допустим, родительской магмой для талиитового базальта на каких-нибудь атеанических островах. А мог бы и не быть. Вот в книжке Майрона Беста, который я тоже рекомендовал, приводятся более сложные модели фракционирования, когда по точкам магматической серии мы можем оценить и порядок, в том числе и порядок кристаллизации. Вот смотрите на рисунке А. У нас родительская магма представлена треугольничком, но мы имеем серию пород. И вот серия пород, она здесь показана точками. Что мы можем сказать? Они все лежат на одной прямой с родительской магмой. Если мы продлим, то мы можем, скажем, мы можем предположить, что у нас минерал 1 и минерал 2 фракционировали из этой магмы, и мы можем определить пропорцию этих кристаллизовавшихся минералов. Допустим, здесь, чтобы из родительской магмы получить вот эту серию пород, нам надо было кристаллизовать М1, М2 в пропорции, где М2 сильно больше, чем М1. Видите, эта точка лежит на этой каноде ближе к М2. Вот интересный пример показан для родительской магмы из серии, когда менялся порядок кристаллизации. Вот здесь вот эти составы описываются кристаллизацией минерала М1, мы видим. А дальше к нему уже присоединился минерал М2, и начало кристаллизоваться два минерала М1 и М2. Вот этот случай, когда у нас три минерала одновременно кристаллизуются, М1, М2, М3. Тогда у нас точка должна быть в каком-то положении внутри треугольника М1, М2, М3. И тоже они лежат по прямой. И вот здесь на последнем рисунке D показана кристаллизация родительской магмы, из которой кристаллизуется и фракционирует минерал переменного состава. Он начинал с вот такого состава, а потом, ну это твердый раствор, у него состав смещался, и мы видим, что тут получится такой изгиб в составе производных магм, производных пород. Ну, собственно, всегда у нас есть в каком-то базальте, есть, например, стекло, которое будет отличаться от валового состава пород. И мы можем оценить вот по каким-то компонентам, куда шло это фракционирование. Посмотрите, как правило, такие вот есть элементы, которые не идут в твердые фазы, не идут в минералы, а идут в, остаются в остаточном расплаве. Они называются некодерентные элементы, про них мы еще будем говорить. Вот таким, например, относятся к калий. Посмотрите, по валу всего в базальте 1,1% калия, а в остаточном стекле, то есть то стекло, которое представляло собой расплав на момент закалки этого базальта, уже 7% калия. Предположим, что в какой-то момент есть вот эта кристаллическая каша, а стекло представляло собой расплав. Этому расплаву стало неуютно внутри этой магмы или внутри этой уже породы, и под каким-то воздействием чего-то внешних факторов оно начало выдавливаться и собралось в другую какую-то магму, то есть ушло из первоначальной породы. И посмотрите, насколько может отличаться состав. То есть и кремезем больше, и калия больше, а вот магния должно быть сильно меньше. То есть мы из этой породы можем получить, из магмы базальтового состава вполне можем получить магму вот такого состава при фракционной кристаллизации. Здесь показан пример кристаллизации твердого раствора, в данном случае на бинарной диаграмме плодиоклаза, альбит, анартит. И кроме того, что просто есть фракционная кристаллизация, бывает еще количество минерала, которое заново реагирует с расплавом. Потому что если у нас выкрицеловался плодиоклаз какого-то состава, а состав расплава сменился, то в равновесии с этим новым расплавом будет уже плодиоклаз другого состава. И у этого плодиоклаза есть выбор. В данном случае при равновесной кристаллизации он полностью меняет свой состав за счет каких-нибудь обменных реакций и переуравновешивается по составу уже с новым составом расплава. Это вот рыбковая диаграмма, классическая рыбковая диаграмма. Но мы знаем, что плодиоклаз не очень любит переуравновешиваться с смещающим его расплавом и образует зональные кристаллы. И мы видим, что зональные кристаллы приводят к отклонению от равновесия и смещению еще в какую-то сторону остаточного расплава. То есть образование зональных кристаллов говорит нам о фракционной кристаллизации и о более резком смещении состава эволюционирующих магм от первоначальной родительской магмы. Я уже говорил на прошлой лекции про программу Петролог, в которой можно моделировать не только равновесие или рассчитывать какие-то диаграммы плавкости, но можно моделировать также и фракционную равновесную кристаллизацию. Более того, начиная с версии 3.0, мы добавили в эту программу возможность учитывать степень фракционности. То есть сколько у вас какого-либо минерала остается внутри магмы, а сколько, допустим, оседает на дно или остается в зональных кристаллах и так далее. Равновесную кристаллизацию или фракционную кристаллизацию можно считать также в программе Камагмат Алексея Чаарискина. Можно считать в программе американских петрологов программа МЕЛЦ, Джорс Саак, она тоже развивается. Она существует в версиях под Макинтош или под Линукс. И есть еще программы более общие, например, Перплекс, который часто применяется для моделирования равновесия в метаморфических породах, может использоваться и для расчета, для моделирования магматических процессов тоже. Вот если мы возьмем какую-нибудь из этих программ и попробуем посчитать, что будет с пикритами, если мы будем кристаллизовать их фракционно. Вот, собственно, вот эта степень кристаллизации и какие минералы появляются на ликвидусе или на субликвидусе по мере кристаллизации этой серии. То есть у нас пикриты постепенно, пикриты могут быть и первичной магмой, и родительской магмой. Они достаточно быстро за счет кристаллизации оливина переходят в базальты. Значит, дальше в базальтах уже кристаллизуется оливин, плодиокласс, иногда клинопероксин переходит в андези базальты. Вот на этом этапе, чтобы из базальтов сделать более кислые породы, необходимо кристаллизовать магнетит. Если вы не будете кристаллизовать магнетит, то у вас, собственно, здесь кристаллизация закончится. Но если у вас вследствие каких-то условий начинает кристаллизоваться магнетит, то происходит резкое смещение остаточного расплава в более кислую область, и дальше вы можете получить и доциты, и реолиты. Вот эта, собственно, диаграмма была рассчитана Алексеем Арийскиным, которая показывает, что теоретически из пикритов можно получить весь спектр пород Исландии, если критализовать магмов вот в таком порядке. Но здесь вот самое сложное, вот этот перескок от андези базальтовой системы к риодоцитовой системе, как раз за счет, и он обеспечивается за счет того, что надо критализовать существенную часть магнетита, как показано вот на этой диаграмме. Значит, как я говорил, есть еще и другие объяснения разнообразия пород. Одно из них это смешение магм, которое часто обсуждается. И смешение магм имеет два направления. Может быть, физическое смешение магм, так называемый магма-минглинг. Или вот сейчас есть калька на русском, просто минглинг. Соответственно, и это очень часто видно в различных породах. Вот смотрите, например, вот здесь в кислых породах есть вот такие фрагменты более основных магм. Или вот, например, вот такое затекание. Здесь перемешана магма основного состава и магма кислого состава. Это может быть, например, долгоживущий магматический очаг, в который внедряются дайки. В расслойных андрузивах может быть конвекция, когда различные части очага друг к другу смешиваются. Может быть, допустим, тот же очаг, который уже фракционировал, но туда поступает снова родительская магма. То есть вариантов такого физического смешения очень много. А физическое смешение при достаточно большом времени может переходить в химическое смешение. Вот химическое смешение называется магма-миксинг, а физическое – магма-минглинг. И, собственно, химическое смешение требует большого времени, а физическое смешение хорошо видно на обнажениях. И вот, в принципе, может быть две магмы – одна реолитовая, одна базальтовая. А вот эта часть между ними может быть обусловлена каким-то из смешений магмы. А вот, собственно, физическое смешение магм, оно очень хорошо фиксируется, особенно в эфузивных породах, когда приходит свежая порция какой-нибудь основной магмы, образуются такие гомогенные включения. Часто еще бывают такие пузыри на контакте, которые показывают дегазацию этой магмы. И, собственно, в эфузивных породах, то есть, это поступление новой порции расплава в очаг приводит к извержению, поэтому это фиксируется и очень хорошо видно в продуктах извержения. Обычно есть контраст температуры, потому что эти магмы имеют разную температуру. Та, которая приходит позже, обычно более высокотемпературная, она резко охлаждается, она по-другому кристаллизуется, это очень хорошо видно и тоже выявляется. А интересно, в шлифе, когда мы смотрим на шлиф, мы тоже можем увидеть петрологические признаки смешения. Например, я уже говорил, что кварц с магназиальным оливином не встречается или не должен встречаться, а вот на этой картинке, в обратно отраженных электронах, мы можем видеть одновременно кварц и оливин. Это что значит? Что они не могут быть равновесны друг другу, и они не могут быть равновесны с одним и тем же расплавом. Это значит, что этот кварц из одного расплава, а этот оливин крестовался из другого расплава, а потом эти расплавы смешались, но вот эти части не до конца успели прореагировать. Мы видим, что уже кварц реагирует смешающим расплавом и образует вот здесь вот такую каемочку клинопероксена. То есть, кварц не равновесен с этим расплавом, и вот здесь идет уже реакция разложения кварца. Оливин тоже не равновесен с этим расплавом, если приглядеться, мы видим здесь более яркую кайму, более железистого оливина. Но все-таки вот этот расплав, который выносил кварц и оливин, из него кристаллизуется оливин, а кварц начинает растворяться и преобразовываться. Здесь вот кристаллы роговой обманки, которые тоже в этом расплаве разлагаются, ортопероксен, который тоже образует кайму и так далее. То есть, когда мы видим породу, которая образовалась за счет вот такого активного смешения, как правило, мы видим контрастные парогенезисы и многочисленные реакции между минералами и минералом и окружающим расплавом. То есть, вот такие вот реакции, происходящие на магматической стадии, реакции растворения, резорции, дорастания, преобразования, они как раз характерны для систем, в которых есть активные процессы смешения. А второй признак – это сложные зональности минералов. Вот я показал этот вот кристалл плодиоклаза из этого же, по-моему, извержения, вулкан Кизимин на Камчатке, и видно, как сложно кристалловался плодиоклаз. То есть, здесь многочисленные осциллярные зональности, то есть, сначала он одного состава, потом другого, потом снова того. И, скорее всего, вот эта зональность отвечает как раз этапам смешения. Был какой-то очаг, из него спокойно рос плодиоклаз одного состава, пришла магма другого состава, нагрела, смешала, соответственно, плодиоклаз начал признаваться другого состава. Она пришла в равновесие, потом следующая порция, следующая порция, и здесь практически как кольца деревьев, только еще более сложно. Видите, здесь вот очень много различных элементов такой сложной зональности. Вот сложная ритмичная зональность плодиоклаза и других минералов бывает, что отражают именно такие процессы динамического смешения. И если мы посмотрим для этого же вулкана расплавные включения в минералах, то мы увидим, что расплавные включения, то есть, то, что отвечает именно магматическому расплаву, который был в этой системе, они почему-то только двух составов. Это основные базальтовые расплавные включения и кислые реолитовые расплавные включения. И других расплавных включений не было, нету. То есть, как бы все расплавы в этой системе либо базальтовые, либо реолитовые. А интересно, что пород, соответствующих таким включениям, тоже нет. То есть, все породы образовались за счет смешения базальтовых каких-то магм и реолитовых магм. И нет чистых базальтов на вулкане Кезимен, которые отличаются составом расплавных включений, и нет чистых реолитов. То есть, все породы, которые нам попались на вулкане Кезимен, являются в той или иной мере продуктами смешения базальтовой и реолитовой магмой. Ну, какие еще признаки смешения? Например, гранит Рапатири. Часть студентов, которые слушают этот курс, были на уральской петографической практике и видели гранит Рапатири воочию на массиве Бердяуш. А вот каймы калево-полевого шпата, они тоже отражают, собственно, смешение... Значит, каймы плодиоклаза вокруг калево-полевого шпата могут отражать смешение базальтовой магмы с какой-то гранносинитовой магмой, которая была в очаге. То есть, был рост себе калево-полевой шпат в гранносинитовом очаге, пришла порция базальтового расплава, фрагментировалась и принесла плодиоклазовый компонент. Калево-шпат из базальта не кристаллизуется. Соответственно, ранний калево-полевый шпат начинает обрастать каймами плодиоклаза. Такие же взаимоотношения есть и в вулканитах, например, в Калифорнии, Клиа-Лейк. Проблема пород, которые образовались при смешении, в том, что для них практически нет никакой классификации. Есть название пипперид, которое я показывал пару слайдов раньше. А дальше, ни количественно, ни качественно, это в классификации не описывается. Есть понятие гибридные породы, которые возникают при смешении двух или более магм, или при значительном количестве ассимилированного материала. Видите, какое нечеткое определение. Ассимиляция и смешение в данном случае объединяются. Единственная порода, которая выделена, опять же, она выделена текстурно. Это пиппериты, от слова «пеппер», «перчик». Они выглядят вот так, примерно, бывает до 50% включения одной магмы в другой магмы. Но пиппериты – это гибридные породы, в которых не менее 20% чужеродного материала. И больше, по сути дела, в петрографии, в классификации этих пород ничего про это нет. То есть, изучение гибридных пород, выявление каких-то классификационных критериев, количественных характеристик – это дело будущего. Ну, кроме того, дифференциация может идти в закрытой системе. Ну, в закрытой системе – это то, что я рассмотрел Боинг, когда у нас валовый состав системы не меняется, но какие-то кристаллы, допустим, отседают друг от друга, расплав может отделяться. И, в принципе, основным механизмом фракционной кристаллизации в закрытой системе является гравитационное осаждение. То есть, кристалл образовался, и дальше, за счет того, что он либо более тяжелый, либо более легкий, чем окружающий его магматический расплав, он начинает либо всплывать, либо тонуть, и, соответственно, состав магмы будет за счет этого меняться. Обсуждается сепарация в потоке, потому что, когда магма или лава даже куда-то течет, то сепарация кристаллов от магматического расплава происходит часто гораздо более эффективно, чем просто при гравитационном осаждении. Часто обсуждается фильтрпрессинг, как вот, знаете, в пресс-машинах, когда вы, например, завариваете кофе, вы обсыпаете, потом несколько раз вот так вот делаете, у вас взвесь частичек кофе и воды. Ну, понятно, что никому не хочется пить кофе с вот этими частичками, поэтому есть фильтр, который вы нажимаете, и у вас получается кофе без этих частичек. В природе тоже это может реализовываться, когда за счет каких-то тектонических процессов кристаллическая каша остается на месте, а какой-то магматический расплав свободный от вкрапленников или с небольшим количеством вкрапленников уходит в какое-то новое место. Ну, собственно, ликвация тоже возможна в закрытой системе, и также может отделение флюида от расплава быть тоже в закрытой системе, но это все остается в едином магматическом очаге, и тогда это приводит к какой-то зональности одного магматического очага, и это часто мы видим в каких-то больших магматических системах. В открытой системе, когда есть привнос вещества снаружи, ну, это, в первую очередь, ассимиляция и контаминация, например, вот это вот базонит из такого места Сан-Карлос, Аризона, где мы видим, что он захватил по дороге кусочки мантии, вот это мантийные лирцолиты, и если она в нем как бы ассимилирует, то получится, что это будет оливиновый базальт, и мы не поймем, почему так много оливина в этой породе. И может быть смешение двух или более контрастных магм, то есть вот опять же, когда у нас две магмы встречаются в одном месте. С одной стороны кажется, что это редкий случай, но на самом деле нет, потому что магмы поднимаются с различных уровней в одних и тех же местах, то есть это зоны проницаемости, это зоны повышенных тепловых потоков, это зоны каких-то активных сектонических движений, то есть у двух магм различного состава достаточно много шансов встретиться в каком-нибудь промежуточном очаге. И в заключение я хотел вернуться к слайду о причинах разнообразия магматических пород, которые обсуждались больше ста лет назад. Мы выяснили, что может быть смешение первичных магм, мы говорили про ассимиляцию вмещающих пород, про ликвацию мы говорили мало, но мы будем еще говорить про нее дальше, и фракционная кристаллизация. Вот это основные механизмы, которые сейчас считаются главными, приводящими к фракционированию магмы, к эволюции магматических систем и к разнообразию магматических пород на Земле. Хочется отметить, что ничего нового, существенного за последние сто лет ученые не придумали. Спасибо. 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 Спасибо.